День Святого Валентина Шостакович, Штраус, Пиацоло, Ларсен, Марино, Такаюки и другие. Вся эта музыка прекрасно сочеталась с атмосферой исторического особняка отеля «Лондонская», принеся столь желанное ощущение праздника для всех гостей. Сегодня особенный день, день всех влюбленных, и, конечно, мы захотели сделать что-то легкое. И поэтому у нас сегодня мы пригласили к себе любовь, которая танцует. На самом деле проекту «Артизона в Лондонской» немного времени, и не все знают, ему всего лишь только один год. И такой массовой рекламы нет, потому что как раз когда проект начался, мы попали в пандемию. Когда многие открывались, вернее закрывались, мы продолжали развиваться. И то, что, собственно, потому что это актуально, и мы увидели, что людям это нужно. Причем возрастная категория, начиная от пяти лет, заканчивая сто пяти. Уже традиционно на концерте выступили известные музыканты города – Анна Степанова, Алина Падалко, Наталья Мазепа. Преподаватели музыкальных школ, а также их ученики, многие из которых уже стали лауреатами разных конкурсов. Наша сегодняшняя программа называется «Любовь, которая танцует». Она составлена из произведений популярной классики, самые знаменитые произведения о любви. В основном это танцы, ну, это понятно по названию, но также и другие композиции, которые были написаны великими композиторами, начиная от 19-го до 21-го века, все посвященные большой любви. Наши концерты предполагают не только общение с публикой через музыку, но и через слово. Концерт будем вести я и еще один постоянный участник арт-сезонов «Лондонская» Анна Степанова, замечательная саксофонистка. Мы будем рассказывать о композициях, которые играем, и таким образом приближая зрителя к нашему видению этой музыки. В гостинице «Лондонская» будет звучать романтическая музыка, много танцевальной музыки. Ну и, конечно, как же было обойтись без саксофона? Самый романтичный инструмент, который, конечно же, будет звучать сегодня. Участники сегодняшней программы – это саксофонистка Анна Степанова, это лауреат международных конкурсов Наталья Мазепа. Она руководит ансамблем скрипачей школы имени профессора Столярского. И будут музыканты также из третьей музыкальной школы, будут танцоры, певцы, инструменталисты. Так что сегодня какая-то вот феерия такая для влюбленных. Музыканты считают, что музыка не только объединяет людей разных взглядов. Музыка способна также и лечить, особенно в непростое время мировой пандемии. Организаторы говорят, что планируют проводить как можно больше музыкальных мероприятий для одесситов. И, конечно же, благодарят всех тех, кто на протяжении многих лет поддерживает подобные инициативы. Я от всей души хочу поздравить Сергея Васильевича Кивалова с Днем Влюбленных и поблагодарить его за поддержку наших проектов. Это международный конкурс «Золотой саксофон», международный фестиваль «Сакс Академия». И я надеюсь, что нас ожидают еще новые интересные проекты музыкальные. В концерте приняли участие и самые юные музыканты. Известный факт, что дети не мыслят стереотипами, поэтому составляют свою точку зрения на основе того, что видят вокруг. Их определения термина «любовь» кажутся самыми жизненными и точными. Что для вас значит «любовь»? Что для тебя? Для меня «любовь» — это такая штука, которая помогает людям найти свое счастье. А для тебя? Для меня «любовь» — это как частичка души в каждом из нас. Супер. А для тебя что? Для меня «любовь» означает то, когда человек делает тепло другим людям. И не важно, родным или нет. Главное, чтобы это было с теплом и с душой. Любовь — это доброта. Поддержка. Когда два человека ищут... Компре. Ищут такие чувства, которые нету. Не каждому дано любить. Мне кажется, что любовь — это чувство, которое не каждому можно понять. И как бы оно проявляется... Не каждый может любить. Ну да. И оно проявляется, когда какой-то человек находит свою, можно так сказать, вторую половинку. И тогда это, можно так сказать, любовь. В ближайшее время одесситов и гостей города ждет целый ряд концертов классической музыки. Уже 6 марта состоится музыкальный вечер в ожидании принца, посвященный празднованию Международного женского дня, на который приглашают всех желающих. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.